всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск news блока крипто на канале крипто комманс с момента прошлого выпуска в мире крипто произошло невероятное количество важных интересных событий о которых вы просто обязаны узнать но чтобы вас не утомлять ведь сегодня пятница и мы устали команда крипто комманс поработала вдвойне сделав этот выпуск большим объемным но очень сжатым и не теряя ни секунды мы переходим к важному и так сегодня выпуске а ну подвинься запущен новый конкурент в решениях второго уровня на эфире каток для гэри сенаторы снова втоптали генслера за самоуправство важный прогноз по биткоину от майкла новоградца на блумберг тв до запрещался и тев уволен генеральный директор компании вангард это стало айпио для биткоина говорит топ-менеджер bitwise на канале cnbc вот это поворот мэрил линч и вэлс фарго передумали развернувшись на 180 градусов и завершить наш сегодняшний выпуск анализ рынка с ведущим канала айван он так айвана в линджи квестом оставайтесь нами итак запущена сеть масштабирования эфириум бласт в результате чего высвобождена 2 и 3 десятых миллиарда долларов решение масштабирования второго уровня эфириум бласт официально запустила свою основную сеть этот запуск высвободил криптоактивов на сумму более 2 и 3 десятых миллиарда долларов ранее заблокированных пользователями запуск бласт позиционирует его как конкурента среди других решений масштабирования эфириум таких как арбитрум оптимизма бейс и полигон кстати для информации учредителем бласта является учредитель известного маркетплейса блюр который в результате своей активной маркетинговой позиции отобрал трон первенства теперь уже у бывшего лидера рынка маркетплейса опенсии но я отвлекся дорогой зритель понимаешь ли ты что сейчас разговоры о решениях второго уровня звучат также интересно и захватывающе как некоторое время назад звучали разговоры о блокчейне а с учетом невероятными темпами растущей конкуренции среди этих решений прогресс развитие и дальнейшая адаптация будут развиваться невероятно быстро и данные события одновременно являются интересными сами по себе но также дополнительным катализатором роста рынка который мы с тобой сейчас наблюдаем и хоть я абсолютно уверен что черный лебедь на нашем пути роста появится происходящие сейчас факты и события отрицать нельзя кстати насчет черных лебедей и прогноза по биткоину чуть позже в этом выпуске расскажет нам майк новоградс в любом случае мы движемся дальше том эмер раскатал гарри генслер и сек за незаконное самоуправство на фоне споров по саб-121 член большинства в палате представителей том эмер серьезно наехал на председателя сек гэри генслера за цитата незаконное установление правил в бюллетене комиссии саб-121 саб это аббревиатура документа в котором персонал комиссии по ценным бумагам и биржам излагает свою позицию того каким образом он подходит к регулированию и чем руководствуется в вопросах связанных с финансовым учетом в общем в этом сабе 121 сек много чего наворотила в итоге во время заседания комитета палаты представителей в четверг том эмер подчеркнул что гэри генслер превысил полномочий сек из-за своего цитата не ослабевающего предубеждения в отношении цифровых активов ирония в том что предубеждения генслера лежат на поверхности и очень заметное но в каждом своем интервью практически на все вопросы вызывающую генслера затруднения он подчеркнуто говорит что отвечает без какого-либо предубеждения ну конечно гэри мы верим буквально каждому твоему слову помимо этого том эмер заявил что гэри генслер и нормотворчество сек привели к несправедливому беспорядочному и неэффективному рынку криптовалют в общем в сфере довольно продолжительного периода времени и последних событий можно сделать заключение что репутация гэри генслера начала очень серьезно шататься напомню тебе дорогой зритель что буквально в апреле этого года должна будет завершиться очень старая судебная тяжба между сек и ripple и хоть итогом может стать все что угодно все-таки давай будем держать пальцы скрещенными чтобы у ripple все получилось осет его председателю гэри дали бы хорошего пинка кстати чуть не забыл в результате этот документ саб 121 комиссия отклонила продолжает наш выпуск интервью генерального директора galaxy investment майка новоградца в котором отвечая на вопросы ведущий bloomberg tv сон алибасок он раскрывает причины текущего роста объясняя его катализаторы и делится своим видением того что нас ожидает в дальнейшем и до конца этого года давайте послушаем расскажи нам то что скрывается на твой взгляд под поверхностью я думаю что сейчас многие наблюдают за абсолютно параболическим уростом биткоина думая что именно вызывает этот рост кто за этим стоит что ж смотри я думаю что первый раз за всю историю мы наблюдаем с вами истинное раскрытие цены биткоина и за этим я подразумеваю то что впервые все кто хотят получить bitcoin получают к нему доступ где-то 5 триллионов долларов богатства находятся у baby boomer of их активы в большей степени управляются так называемыми инвестиционными советниками которые сейчас или по крайней мере половина из них или какая-то часть могут взять и купить и тф так что сейчас мы с вами наблюдаем функцию ступенчатого роста новых собственников биткоина что вызывает я бы сказал безумие во всей крипто экосистеме ведь крипто всегда как работала покупают bitcoin кто-то продает его покупая эфир пытаясь поймать эти движения альткоинов и я бы сказал что мы достигли этот очень и очень бурлящий уровень вы видите этот фандинг рейту альткоинов когда вы даете взаём свои альткоины и получаете за это вознаграждение дело это по биткоину эфиру а также другим альткоином также вы видите что публичные рынки ценных бумаг таких компаний как скажем micro strategy лидеры среди публичных компаний которые ушли буквально параболически из-за биткоина так что я бы не удивился увидев коррекцию или какую-то консолидацию при этом я бы не стал утверждать что биткоин сейчас уйдет на очень большие высоты потому что все таки я полагаю что происходит истинное познание цены уйдем либо на тест исторического максимума очень вероятно а также вероятно что мы уйдем в консолидацию при этом я уверен что мы уйдем гораздо выше интересно слышит как в середине это эйфория ты высказываешься с осторожностью что вызывает вопрос о новом минимуме знаешь мы пробили оторвались от 45000 поэтому вероятно это будет тем уровнем который нас должен будет удержать если произойдет какая-то серьезная коррекция ведь ты знаешь коррекции появляются из-за того что что-то происходит и люди начиная думать по-другому после того как они недавно совершили покупку так что честно говоря я не думаю что мы к этому придем но даже если случится я думаю мы уйдем где-то 55 перед тем как уйти на новые вершины и прежде всего к историческому новому максимуму 68 69 мы ведь уже близки но также я думаю что после этого ведь ты знаешь наряду с этим если посмотреть например на fidelity и другие крупные платформы у которых так много клиентов baby boomer of там ведь сейчас уходит 23 процента от одного до трех из их активов это доля активов их клиентов которые сейчас переходят в bitcoin что конечно же является потрясающим диверсификатором но это не гигантские количества ведь как я сказал 85 триллионов долларов богатств у baby boomer of из них два три процента это два с половиной триллиона для вся капитализация рынка биткоина составляет всего лишь чуть больше одного и трех десятых триллиона так что повторю что мы с вами наблюдаем ступенчатую функцию в изменении этого процесса который мне нравится называть познанием цены майк добавить тут нечего скажу лишь что что рынки всегда могут удивить и к сожалению это удивление не всегда позитивно поэтому в теории события очень большого черного лебедя конечно же возможно и более того история говорит о том что всегда такое событие появляется вопрос лишь в том что она появляется в моменты когда его совершенно не ждут поэтому дорогой зритель будь осторожен и никогда не вкладывай средства которые ты не готов потерять еще одна невероятная новость этого дня генеральный директор одной из крупнейших компаний по управлению активами вангард тим бакли после 33-летнего успешного управления компанией уходит в отставку пересмотрит ли компания свою не поддерживающую bitcoin и те в политику что важно знать о тиме бакли больше 33 лет он является генеральным директором сделав компанию одной из самых крупных в мире управляющие активами а более того темпы роста были ошеломительны одновременно с этим тим бакли очень ясно выразился в отношении bitcoin и тиф буквально сказав следующее пока я являюсь генеральным директором никаких крипто и тиф в компании не будет забудьте о них и вот по прошествии менее двух месяцев он объявляет об уходе заменит его грег дэвис проработавший в компании 24 года и отвечавший за стратегию инвестирования и теперь мы подходим к главному вопросу если вангард в гонку и тех не вступит то для рынка это никак не отразится а если вступит что же вы сами слышали что говорил майк новоградс всего лишь пару процентов капитализации baby boomer of эквивалентной капитализации биткоина к чему это в итоге может привести мы только можем догадываться но не забывайте это не финансовый совет и еще одно интервью у нас сегодня в выпуске директор по стратегическому инвестированию битвайс мэтт хуган о том чем стали и тиф для биткоина и это выслышать просто обязаны биткоины этим утром торгуется на отметке 62 около 63 тысяч точнее 62 тысячи с хвостиком и таким образом он подскочил на 50 процентов с начала года мы буквально приближаемся к историческому максимуму а рост похоже вызван в большинстве из-за спот биткоины тиф наш следующий гость заправляет одним из таких фондов встречайте главу стратегического инвестирования битвайс мэтта хугана мэтт когда ты смотришь на то что является причиной этого движения цены то какая на твой взгляд доля розничных инвесторов инвестирующих напрямую в биткоинах какая доля и тиф и какая доля институционалов в данных и тиф абсолютно это великолепный вопрос и для битва и сети f мы наблюдаем и невероятно огромный интерес а также в целом и по другим и тиф и мой ответ тебе это все категории мы наблюдаем приток выйти в розничных инвесторов это также и хедж фонды кроме того мы наблюдаем и независимых финансовых советников я считаю что приближается даже еще большая волна по мере начала подключения крупнейших управляющих компаний и по сути это является первичное публичное предложение для биткоина это его и пио это новая эра познания цены и он уйдет значительно выше так одну минуту мы сейчас к этому вернемся но давай-ка сейчас сделаем шаг назад и поговорим о том как ты думаешь кто сейчас покупает эти эти ф как много среди них розницы в сравнении с институционалами да абсолютно конечно ты знаешь когда все эти те вначале были запущены в них сразу не пошли крупнейшие финансовые компании и институционалы поэтому первичный спрос из открытых ворот для всех и те включая эти в основном был от розницы и от независимых финансовых советников поэтому я считаю что это является первичным драйвером который мы сейчас видим но знаешь скажу тебе что после этого разговора я сажусь на самолет и лечу на переговоры с крупнейшим институциональным консультантом сша по этим и те в поэтому мы увидим следующей волной приток институционалов поднимаете челюсть пола вы сами все слышали и судя по тому что говорит этот парень и что также логично вяжется с тем что было сказано в предыдущих новостях означает одно поток капитала из открывшихся ворот нас еще только ждет но никогда не воспринимайте то что вам говорят за чистую монету даже если эти люди говорят это с абсолютной убедительностью ведь дело все в том что данные фонды управляющие активами имеют лишь одну цель зарабатывать и зарабатывать они будут на таких как мы с тобой дорогой зритель так что не поддаемся на провокации продолжаем верить в рост а чтобы не стряхнула пристегиваемся покрепче ведь похоже что впереди нас ожидает реальное шоу движемся дальше иногда самое важное в новости является сама по себе новость то есть события и сейчас я вам расскажу именно о таком примере компания мэрил линч и вэлс фарго включили заднюю начав работать с bitcoin и т.ф. ведущий инвестиционной платформы сша мэрил линч и вэлс фарго теперь предлагают клиентам доступ к спотовым bitcoin и т.ф. несмотря на изначальные сомнения нужно отметить что по всем параметрам запуск и т.ф. произошел чрезвычайно успешно после одобрения акции таких фондов как grayscale bitcoin trust теперь торгуется на идеальном паритете со своей базовой стоимостью биткоине после многих лет торговли со скидкой знаешь дорогой зритель когда я готовил сегодняшний выпуск меня невероятно сильно терзали сомнения ведь нет ничего удивительного когда ты просыпаешься и читаешь что например джим крамер взял и написал у себя в твиттере что bitcoin крах неизбежен а потом спустя небольшое время взял и написал что bitcoin улетает в космос ну или скажем крэг райт проснулся и написал что он сатоши накамото ведь одной голове решение принять не сложно но когда институционалы разворачиваются на 180 градусов а на минуточку решение в таких гигантах принимаются лишь после окончания череды бесконечных заседаний и это реально удивляет и вот складываю я все эти факторы вместе и понимаю ну нет никакого признака что этот растущий прилив капитала вдруг развернется и из рынка начнет уходить ведь что не новость то один позитив и в итоге складывается картина что мы реально летим наверх но дело глубокий вдох смотря на историю и вспоминая что после приливов всегда происходят отливы я начинаю понимать история действительно повторяется но не всегда одинаково и как верно подмечал боб лукас выпуски которого мы постоянно переводе на нашем канале текущий цикл может сильно отличаться от предыдущих став например лево развернутым или превратившись вообще в супер цикл и чтобы во всем этом безумии не потеряться обязательно подпишись на наш канал поставь колокольчик чтобы не пропустить важные выпуски шмякни на лайк под видео и напиши свой бесценный комментарий этим самым ты очень сильно поможешь каналу а главное покажешь что тебе интересно и то что мы делаем это не зря и завершает наш сегодняшний объемный выпуск анализ рынка от айвана лилджиквиста более известного как айван он так айван общую ситуацию мы уже поняли так что расскажи нам что-то интересное окей ребята вас понял вот что интересно никто ничего не знает потому что как только и теф получили одобрение все говорили о это неудача вы помните сколько людей говорили продавайте новости теперь и теф здесь продавать новости я всегда говорил что на ситуацию нужно смотреть побычи не нужно беспокоиться об однодневном дампе у нас был такой типа день дампа дам был такой типа от мы опустились сейчас посмотрю когда получили одобрение теф мы помпанулись довольно мило до 49 вы только услышите эти маленькие цифры с которыми мы тогда возились вы только присмотритесь к этим мельчайшим крупинкам всего лишь один месяц назад в январе и когда и теф получили одобрение у нас образовался памп до 49 затем у нас был памп примерно до 40 люди сходили с ума и может быть мы даже опускали чуть чуть ниже но послушайте это было несколько дней волатильности потом бам и улетели вверх на этом уровне так многие распродались типа 4940 но они выглядят крупинками bitcoin здесь был такой дешевый и покупка здесь биткоина по 45 было отличным делом покупать биткойн на этой неделе когда он летел вверх тоже было хорошим делом покупка на этой неделе когда мы падали была хорошей идеей общем то все эти цены вот здесь были настолько дешевыми что образовали массивную зону для покупки короче айван весельчак мы тебя поняли ты продолжаешь дико топить забычку что в целом сейчас и выглядит логично но все же позволю себе добавить дорогой зритель как бы очевидным и понятным не была ситуация как бы не был ясным и мощным тренд всегда сохраняй свой рассудок трезвым ведь самые большие беды трейдеров именно от эмоций даже если они крайне положительные и на этом дорогой зритель я заканчиваю наш сегодняшний выпуск надеюсь сказанное сегодня было интересным тебе и полезным и если так оно и есть то не забудь поставить лайк подписаться на канал нажать колокольчик и написать свой бесценный комментарий который мы обязательно прочитаем и естественно на него отреагируем в общем желаю тебе хорошего вечера замечательной пятницы прекрасного трейдинга и до встречи в следующем выпуске